Гонщики на старте, болельщики в ожидании. С минуты на минуту по улицам древнего города снова пронесется пелотон. В добрый путь, говорим мы! В шестидесятых подсветках нам предстоит преодолеть течение примерно трех часов 130 километров. Спустя более чем 30 лет большой велоспорт вернулся в Муром. В группе атлетов элита российского шоссейного велоспорта. Чемпионы России, мира и Европы. В групповой гонке женщинам нужно было преодолеть более 130 километров. Всего 14 кругов. От городского театра, по Льва Толстого, Октябрьской набережной, Первомайской, Казанской, Войково, Московской и другим улицам города. Организаторы соревнований уверены, велоспорт в Муроме навсегда. В прошлом году мы начали, мы провели здесь чемпионат России среди женщин. В этом году мы уже провели основной чемпионат. В августе у нас планируется тоже чемпионат России в женской многодневной уже гонке. Все по улицам Мурома будет проходить. Ну и пытаемся в этом городе договориться о том, чтобы открылось официальное отделение велоспорта и дети получили возможность начать заниматься велоспортом. Будем надеяться, что все-таки этот чемпионат поможет пробудиться и самому городу в плане развития велосипедного спорта. А так здесь очень хорошие условия для тренировки, хорошие условия для проживания. Ну и город сам по себе красавец. Первые три места в гонке заняли представительницы Белоруссии. А вот за четвертое место развернулась настоящая борьба. В итоге лучшей среди российских велогонщиц стала Тамара Дронова. Тем самым она защитила чемпионский титул, преодолев дистанцию за 3 часа 20 минут 14 секунд. Каждый раз, когда я пробовала уехать куда-либо в отрыв, одна или еще с кем-то попутчицами, было сразу же пресечено прямо на корню. И в общем-то так и в итоге не получилось. На самом деле по этой трассе не было заведомо известно, какой будет исход гонки, но никто не предполагал, что будет общий спринт. Что в итоге как бы так и получилось. Муромляне впервые на таких масштабных соревнованиях. Для тех, кто увлекается велоспортом, это бесценная возможность увидеть и пообщаться с чемпионами. А для простых зрителей – незабываемые и яркие эмоции. Занималась тоже велоспортом. Ушла потому, что ушла в футбол. Ну что могу сказать по поводу вот этих соревнований. Честно, я удивлена. Мне очень все понравилось. Я бы хотела еще раз приехать посмотреть. Я желаю успехов девчонкам. Финиш был интересный. Смотрели все заинтригованно. Конечно, белорусская команда очень сильная, но и российские команды тоже показали себя с лучшей стороны. Завершался чемпионат не менее зрелищным событием – воскресной гонкой мужчин. Петр Рекунов, представляющий Орловскую область, добрался до финишной черты за 3 часа 48 минут и 31 секунду в гордом одиночестве. За ним же титул чемпиона в гонке с раздельным стартом. Чемпионат этот останется в памяти надолго, так как трасса была очень действительно клевая и много поворотов, техничная. И 36 подъемов было в итоге за сегодняшний день. Это сказалось на многих, потому что в конце уже сводило ноги. Но спасибо ребятам, всем, кто был в отрыве. Мы, в принципе, дружно работали. Я думаю, почти все на максимум. Мало кто экономился. Муром еще долго будет жить воспоминаниями о прошедшем чемпионате России. Мы очень рады нашим гостям, рады, что выбрали именно наш город. Поэтому всегда открыты наши улицы, наши двери для вас. Надеемся, что мы еще раз увидимся здесь, на этом прекрасном спортивном празднике. И Муром велоспорт любит, будет поддерживать. Всегда будет рад нашим уважаемым гостям. На днях Международный Олимпийский комитет опубликовал список из 14 российских спортсменов, получивших допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Отметим, что в него вошла и Тамара Дронова. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости.